А я напоминаю нашим телезрителям в эфире RTN вечерние новости. Выпуск для вас сегодня веду я, Наталья Бустрецкая, и мы продолжаем. Инфляция в ближайшие месяцы будет замедляться, прогнозирует председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Я ожидаю замедления инфляции, сказал финансист в ходе дискуссии на ежегодном собрании Нидерландской ассоциации иностранных банкиров в Амстердаме. Пауэлл склоняется к тому, что помесячные темпы роста потребительских цен снизятся до уровней конца прошлого года, но не до конца уверен в этом. Вероятность очередного повышения процентных ставок Федрезеровым он оценивает как невысокую. Цены производителей в апреле выросли на 2,2%. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов. Администрация Байдена и Харриса анонсировала повышение пошлин на ввоз широкого круга китайских товаров, включая электромобили, полупроводниковые компоненты, аккумуляторы, солнечные панели и минеральное сырье. В общей сложности увеличения пошлин коснется товаров китайского экспорта на сумму 18 млрд в год. Наиболее существенно в 4 раза вырастут пошлин на ввоз китайских электромобилей. Принимаемые меры позволят гарантировать, что исторические инвестиции в создание рабочих мест, предпринятые администрацией Байдена, не будут подорваны наплывом несправедливо дешевых китайских товаров, заявила глава Национального экономического совета Лейл Брейнард. Соединенные Штаты стремятся защитить ключевые для себя отрасли экономики от потенциального наплыва китайского ширпотреба, который может подорвать экономические интересы, комментируют аналитики. Новый опрос Израильского института демократии показывает, что израильтяне предпочитают Трампа Байдену на посту президента. 43% респондентов отметили, что с точки зрения интересов Израиля Трамп, что называется, то в йотер, был бы лучшим президентом. 32% считают, что Байден лучше. Среди арабов подавляющее большинство, 68%, ответили, что между двумя кандидатами нет разницы. Для американских евреев отношение кандидатов к Израилю является важным фактором при решении, за кого голосовать в ноябре. В ходе опроса было установлено, что большинство американских евреев симпатизируют Трампу. Более 50 стран зарегистрировались для участия в мирной конференции по Украине в швейцарском городе-курорте Бюргеншток. 15 и 16 июня сообщила президент Швейцарии Виола Амхёрд. Власти пригласили на мероприятие делегации 160 стран. Китай до сих пор не зарегистрировался, сказала Амхёрд журналистам после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Россию на мероприятие не позвали. Против выступала Украина. В Кребле назвали конференцию бессмысленной. Своё участие подтвердили глава Еврокомиссии Усула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шар Мишель, канцлер Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джордж Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Швейцария также направила приглашение Ватикану. Приедет ли папа на мирную конференцию пока неизвестно. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что цель конференции создать коалицию стран с общими подходами к мирному регулированию. После этого возможно и привлечение к переговорам России. К слову, в Украине нередко критикуют Франциско за то, что он прямо не осудил Кремль за агрессию. В марте президент Владимир Зеленский резко ответил главе католической церкви, предложившему Киеву и Москве сесть за стол переговоров без предварительных условий, сказав, что такие предложения фактически уравнивают агрессора и жертву. Кстати, в Швейцарии отменили концерт оперной дивы «Ана Нетребко» в Центре культуры в Люцерни, который должен был состояться 1 июня. Выступление отменили под давлением властей кантона. Те считают, что поскольку к певице в обществе относится неоднозначно, ожидается угроза общественному порядку. Менеджеры Нетребко выразили сожаление и отметили, что ни одно из почти 100 выступлений певицы с марта 2022 года не привело к пикетам и волнениям. 43-летняя актриса Оливия Манн решила прервать лечение рака и заморозить яйцеклетки. Она рассказала журналу Vogue, что последствием лечения агрессивной формы рака груди для нее стала преждевременная менопауза. В апреле прошлого года Манн наняла команду врачей и разработала интенсивный план лечения, который включал 4 операции за 10 месяцев. Вторая фаза началась в ноябре прошлого года. По словам женщины из лечения, она чувствовала себя лишенной энергией. Когда ее двухлетнего сына спрашивали, а где работает твоя мама, он указывал на кровать. Это разбивало мне сердце, порезналась Манн в интервью. Впоследствии ей удалили матку и яичники. Это означает, что Манн больше не сможет выносить и родить ребенка. Перед операциями по удалению репродуктивных органов Оливия Манн решила попробовать извлечь яйцеклетки. По ее словам, она делала это трижды в жизни. В 33, 39 и в 42 года, после того, как узнала свой диагноз. В данное время у Манн есть два здоровых эмбриона. Теперь она планирует полностью сосредоточиться на лечении. Актриса скрывала свой диагноз почти год. Публично она рассказала о лечении только в марте этого года. Недавно она появилась вместе с мужем Джоном Малейни на премию «Оскар». Дочери Диего Марадоны планируют обратиться в суд с требованием о возвращении золотого мяча, выставленного на аукцион в Париже. Трофей был ранее украден у футболиста. Марадона получил приз в 1986 году, когда выиграл первенство вместе со сборной Аргентины. Трофей был украден из банка в Неаполе. В начале мая текущего года было объявлено, что мяч выставлен на продажу парижским аукционным домом. Торги запланированы на 6 июня. Наследница Марадона утверждает, что нынешние владельцы не имеют права продавать украденный приз. Стартовая цена на аукционе пока не объявлена. В СМИ приводится оценка в несколько миллионов евро. С 1982 года приз «Золотой мяч» вручается Международной федерацией футбола лучшему футболисту чемпионатов мира. И когда такого не было, и вот опять газета «Гардиан» сообщила в своем расследовании, что в общей сложности 16 женщин обвиняют 67-летнего иллюзиониста Дэвида Капперфилда в сексуализированном насилии и неподобающем поведении в период с конца 80-х по 2014 год. Более половины женщин, выдвинувших обвинение, утверждают, что на момент случившегося им не исполнилось 18 лет. Некоторые заявили, что им было всего 15. Четыре женщины утверждают, что Капперфилд трогал их или заставлял совершать сексуализированные прикосновения к его телу прямо во время выступления. Адвокаты фокусника заявили, что утверждения о том, что он якобы прикасался к женщинам, неподобающим образом, не только абсолютно ложны, но и совершенно неправдоподобны. В ходе расследования, которое продолжалось 5 лет, журналисты выяснили, что Капперфилд обещал женщинам, которые обвинили его в домогательствах, что поможет им с карьерой в модельном бизнесе или индустрии развлечения. Одна из женщин рассказала, что познакомилась с чародеем во время его шоу в 1991 году. После этого он начал звонить ей поздно ночью, присылать подарки и билеты на шоу. А когда ей исполнилось 18, они занялись сексом по обоюдному согласию. Еще одна женщина рассказала Гардиан, что ее и ее подругу накачали наркотиками, когда она согласилась встретиться с Капперфилдом, чтобы выпить после его выступления в 1993 году. Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Этот выпуск новостей сегодня для вас провела я, Наталья Быстрицкая. Оставайтесь на РТН. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин